Всем привет и добро пожаловать на обзор шуруповертов от компании DECO. В первую очередь мы их распакуем и начнем, наверное, с маленького. Поставляется он в картонной коробке. Внутри у нас находится инструкция по эксплуатации. Набор со сверлами и битами. Нам он, в принципе, не особо интересен. Зарядное устройство, блок питания. И да, там шуруповерт. Комплектация, конечно, минимальная. Тут нет дополнительного аккумулятора. Но и стоит этот аппарат вполне себе небольших денег. Давайте пока отложим его в сторонку. И распакуем аппарат побольше. Поставляется он уже в пластиковом жестком пейсе. Также нас приветствует инструкция по эксплуатации. Есть, видимо, пробники просто крепежа. Также в кейсе имеются посадочные места под сверла и биты. Набор здесь такой же, как и в первом варианте. Далее блок питания. Также аккумуляторная батарея. И сам шуруповерт вместе с батареей. На обоих шуруповертах блок питания подключается напрямую к аккумулятору. Индикация зарядки на маленьком находится на самой батарее, а на большом индикатор расположен на блоке питания. Теперь пройдемся по характеристикам этих аппаратов. Начнем, опять же, с малыша. А именно это 12-ти вольтовый аккумулятор с емкостью 1500 мАч. 10 мм это максимальный диаметр, который сможет зажать этот патрон. Думаю, сразу стоит сказать, что на глаз никакого серьезного биения патрона не заметно. Далее скорость вращения. На шуруповерте есть два положения. На первом положении скорость холостого хода равна от 0 до 400 оборотов в минуту. На второй же скорости число оборотов возрастает до 1500. Ну и последний параметр, который нам интересен, это крутящий или вращающий момент. Он равен 32 ньютонам на метр. Также присутствует муфта регулировки крутящего момента на 18 положений. Работает без нареканий. Рядом с переключателем прямого и обратного хода имеется индикатор заряда батареи. Также присутствует светодиодный фонарик. Ручка шуруповерта прорезинена. И это, в принципе, все, что касается характеристик этого малыша. И поговорим про вторую модель. У нас модель на 20 вольт. Соответственно, крутящий момент здесь будет побольше. А именно целых 42 ньютона на метр. Ну и, естественно, он достигается при самом максимальном положении крутящего момента. Муфта, кстати, ходит очень легко и щелчки очень приятные. Возможно, просто новый еще. Помимо крутящего момента, он отличается от малыша еще и скоростью вращения. У него она составляет от 0 до 350 на первой скорости, а на второй она достигает до 1350 оборотов в минуту. Ну и, как вы видите, биение у патрона присутствует. Все остальные характеристики идентичны первому. Также на данной модели присутствует ремешок. Вроде бы мелочь, но работая на верхотуре достаточно удобно. Хотя, вы знаете, я попробовал и не особо-то удобно. Пока лезешь, он постоянно бьется и цепляется об лестницу. Думаю, вариант с скобой, которая цепляется на пояс или за карман, было бы куда удобнее. Чтобы протестировать чувствительность крутящего момента, я воспользовался методом закручивания саморезов лесенкой. Закручивал я 100-мм саморезы. Начал с большого шуруповерта. И, если честно, процентов на 90 был уверен, что результат будет, ну, скажем так, не очень хорошим. Но я думаю, вы сами видите по графику из саморезов, что кривая достаточно плавная. Ну а вот закрутить саморез до конца шуруповерт смог только на режиме сверления. Второй шуруповерт в этом же тесте мне понравился куда больше. Потому как, во-первых, график мне показался более ровным, чем предыдущий. А во-вторых, закрутить саморез полностью он смог уже на 16-м положении. Что же касается остальных тестов. Ну, например, закручивание максимального количества саморезов на одном заряде аккумулятора. Или, может, на максимальное количество отверстий сверлом Форстнера. Или же делать кучу отверстий в металле. Ну и, конечно, закрутить огромный глухарь. Я их, конечно, попробовал в этих упражнениях. Но проводить полноценные тесты на какое-то количество закрученных или выкрученных саморезов и так далее, я не стал. Потому как мне с трудом представляется, что, купив такой шуруповерт, вы пойдете крутить подряд 150 саморезов без остановки. Потому как это все-таки бытовой шуруповерт. И, скорее, он предназначен для хобби, либо DIY-крафта. Так что, вряд ли вы будете использовать его в производственных масштабах. Хотя, к слову сказать, со всем причисленным ребята справились. Ну, а теперь про три минуса, которые вылезли в процессе эксплуатации. И первый минус у меня появился на пятый день в кнопке переключения скоростей. Тумблер частенько недовключался до нужного положения. И находился на холостом ходу между передачами. Я думаю, что такую болячку вы часто встречали в бюджетном сегменте шуруповертов. Переходим к минусу номер два. Освещение здесь абсолютно такое же, как и в том аппарате. Чтобы осветить место сверления, нужно использовать очень длинную биту, либо длинное сверло. То есть, если мы используем малое сверло, здесь, конечно, чуть получше ситуация. Но все равно тут буквально пару миллиметров не хватает до центра сверления. Куда было бы интереснее, если бы светодиод находился внизу шуруповерта, рядом с батареей. На таком угле освещение было бы стопроцентным. Также было бы классно, если бы фонарик еще продолжал светить пару секунд после отключения клавиши. Потому как странная ситуация, когда вы в темноте пытаетесь попасть в саморез при вращающейся бите. Ну и третий небольшой минус – это время зарядки аккумулятора. Что у большого, что и у маленького шуруповерта оно составляет 60 минут. Как мне кажется, это достаточно долго. Продаются данные шуруповерты, да не только эти шуруповерты, у них достаточно широкая линейка, на Алиэкспресс. Там официальная страница у них, официальный магазин на Алиэкспресс. И также официальный магазин на Озон. Также хочу посоветовать вам подписаться на их группу ВКонтакте, потому как я частенько к ним захожу и вижу, что они чуть ли не каждый месяц разыгрывают какой-нибудь инструмент. Так что заходите, все ссылки будут в описании. Ну а на этом, мне кажется, тестирование можно заканчивать. Подведу небольшой итог. Из этих двух товарищей меня куда больше удивил маленький Шурик. И не только потому, что он лучше показал себя в тестах и неплохой качестве сборки, а он еще и дешевле второго в два раза. В общем, этого малыша я и хочу разыграть среди вас. Правила розыгрыша предельно просты. Первое, быть подписанным на мой канал. Второе, поставить лайк этому ролику и написать комментарий, в котором дополнительно указать для связи любую из соцсетей, можно даже телефон. Ну а на этом все. Если ролик вам понравился, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующем ролике. Пока!